Новости в эфире телеканала Дом. В студии работает Дарья Вершилинка. Здравствуйте. Два новых коронавирусных антирекорда в Украине. 6719 случаев заражения за сутки. Также второй день подряд бьют рекорды смертности. 141 человек умер от COVID-19. Всего за все время пандемии в Украине заболели 315 826 человек. Вернуть Крым и прекратить агрессию на Донбассе. Россия должна выполнить Минские соглашения, заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Дипломат позитивно оценила режим прекращения огня на линии соприкосновения и поддержала мирные инициативы Киева. Для меня любое прекращение огня, независимо от его продолжительности, работает на то, чтобы предотвратить потерю жизней. Поэтому это сам по себе гуманитарный успех, если удается поддерживать режим тишины. Он особенно важен для людей, которые вынуждены жить в условиях постоянных обстрелов их домов. Это уже результат сам по себе. Быть способным успешно договариваться о режиме прекращения огня – это очень важно. Каждый день, который проходит, это еще один день относительно тишины для людей, которые живут там, и это важно. Тем временем, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ и штаб объединенных сил фиксируют нарушение режима прекращения огня. Накануне в результате обстрела получил травму украинский военнослужащий. Незаконные вооруженные формирования вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия возле Светлодарска, Майорска и Авдеевки. Всего штаб ООС сообщает о шести случаях нарушения тишины. Миссия ОБСЕ насчитала 19. Кроме того, беспилотник наблюдателей обнаружил танки и гаубицы, которые были размещены на неподконтрольной Киеву территории в нарушении договоренности об отводе. Окрім того, на Приазове, в районе населенного пункта Павлопіль, в супереч досягнутым домовленостям, зафиксовано пролет БПЛА противника типа квадрокоптер и сперетином лініи размеживания. Засоби радиоэлектронной боротьбы объединенных сил подавили ворожий беспилотник, що унеможливило його подальше використання. Від початку поточненной доби, 21 жовтня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів з боку збройних формувань РФ не зафиксовано. Переговори по урегулированию ситуации на Донбасе тормозит пандемія коронавіруса. Об этом заявила посол Германии в Украине агентство «Интерфакс Україна». Анка Фельдгузен подтвердила намерение Германии продолжить работу и в Минском, и в Нормандском форматах для достижения мира на востоке Украины. Также она добавила, что сейчас ведется активная работа, чтобы саммит лидеров стран Нормандской четверки состоялся в Берлине. Прогресс очень медленный, но это длительный процесс. Я думаю, что украинская сторона намного активнее принимает участие в трехсторонней контактной группе, имеет много идей, как можно преодолеть такие блокады. Мои коллеги в Берлине пытаются их поддерживать. Мешает то, что участники ТКГ сейчас только в онлайн-режиме встречаются. В таких переговорах наибольший прогресс делается в коридорах. Непростые, но конструктивные в Иране завершился второй раунд переговоров по сбитому украинскому Боингу. Иранская сторона заверила, готова как можно скорее закончить техническое расследование. Украинская рассчитывает на соблюдение всех обязательств в рамках международных конвенций. Самолет международных авиалиний Украины потерпел крушение над Тегераном 8 января этого года. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Позже иранские власти признали, что борт был сбит их силами ПВО из-за ошибки оператора. «Нафтогаз» поддержал решение США расширить санкции против «Северного потока-2». Вашингтон вводит ограничительные меры в отношении всех компаний, которые предоставляют услуги или способствуют расширению возможностей российского трубоукладочного судна «Академик Черский» или любого другого, который строит «Северный поток-2». В пресс-службе «Нафтогаза» также отметили, компания продолжает тесно сотрудничать со своими партнерами в Вашингтоне, Брюсселе и Берлине. В шаге от мечты после подписания президентом указа о передаче сельхозземелья с государственной в коммунальную собственность у одной из территориальных общин Одесской области появилась возможность пополнить свой бюджет. Как именно, Анна Городенцева знает. Всего «Визирка» 40 километров от Одессы. Это центр объединенной территориальной общины. В ее составе еще два крупных села – Любополь и Первомайская. Объединились два года назад. Теперь в общине 7 тысяч человек. Большая часть из них – фермеры. Надеются привлечь еще больше. В Визирской общине уже 139 таких земельных участков. Их площадь – полторы тысячи гектаров. Если они получат эту землю в коммунальную собственность, отдадут ее в аренду. А это те самые участки, на которые рассчитывает община. Годами эта земля была бесхозной, ее не обрабатывали, хотя она идеально подходит для выращивания сельхозпродукции. Много таких участков ранее были приватизированы, но местные жители не могли на это влиять. Теперь же деньги за аренду земли, которая перейдет в коммунальную собственность, будут поступать в казну общины. Земли державной властности, они подпорекованы державной кадастру. Они находятся на нашей территории, но мы не имеем на них вплива. Это уже есть такие приклады, когда земли распределяются практически без нашей участи. Мы не знаем, кому они не надают. В ближайшее время Визирская община расширится, к ней присоединятся еще три села, а значит и право на большее количество земли. Заработанное планируют направить на развитие, создадут современные парки в каждом из сел, обеспечат освещение улиц и строительство детского сада. Анна Городин, Сварсен Подосян. Одесская область. Твой дом. К отопительному сезону готовы на 100%. В Луганской области начнут подавать тепло в дома со следующего понедельника, сообщили в облгосадминистрации. В больницах и детских садах батареи уже потеплели. Несмотря на миллиардный долг перед «Нафтогазом», все предприятия региона получили разрешение на газообеспечение. В том числе крупнейшие должники – Лисичанск теплосеть и Северодонецкая ТЭЦ. Старт в групповом этапе Лиги чемпионов с поражением. Со счетом 0-2 киевская «Динамо» уступила туринскому «Ювентусу». Матч проходил в Киеве на НСК «Олимпийский». Несмотря на рекомендации Министерства здравоохранения не продавать билеты, трибуны были со зрителями. В следующем туре «Динамо» сыграет в гостях против венгерского Ференцвараша. По итогам встречи с «Ювентусом» тренер «Динамо» Амир Челуческу отметил, команда в целом справилась неплохо. Мы рассчитывали, что во втором тайме будем больше обострять, рисковать, но, к сожалению, допустили эту ошибку на первой минуте после перерыва. Но концовка матча была на нашей стороне. Мы играли очень активно, показали, что можем быть на равных с «Ювентусом». Могли забить. Играли интенсивно, очень хорошо и, думаю, что заслуживали гола. Чемпионский пояс WBC International Silver перевез в Украину из Германии Петр Иванов. Это первый взрослый титул, боксер, которому 24 года, о важности достижения и планах спортсмена. Елена Дидух расскажет. Петр Иванов на профессиональном ринге дебютировал 6 лет назад. В 2018-м стал чемпионом мира среди юниоров по версии WBC. А в прошлую пятницу в Германии одержал впечатляющую победу над немцем Юсуфом Кангуэле. Украинец с первых минут поединка захватил инициативу, а в четвертом раунде отправил соперника в тяжелый нокдаун. И стал обладателем титула интернационального чемпиона по версии WBC Silver. Лично для меня это, скажем так, еще одна ступенька вверх к моей мечте. Моя мечта стать чемпионом мира. Поэтому этот титул третий по значимости. После того, как мы защитим этот титул, мы опять поднимемся в рейтинге. И если выпадет удача, то меня вызовут на бой за чемпионом мира. Петр Иванов и еще четыре украинских боксера, Владислав Сиренко, Александр Захожий, Андрей Великовский и Карен Чухаджан выступают за немецкую промоутерскую кампанию. Следующие поединки планируют провести в Германии 13 декабря, если позволит эпидемическая ситуация. У нас планируется, кроме Карена, четыре поединка титульных. Что касается украинских боксеров, соперники будут уровня топ-100 мирового рейтинга. И планируется, не знаю, как Василий Ломаченко, в каком настроении он будет, но Александра Усика мы точно пригласим. Менеджеры компании уверены, со временем их боксеры будут в топах мировых рейтингов, в своих весовых категориях. Елена Дидух, Максим Градобык, Киев, Твой дом.